всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука 22 апреля по веселому щебетанию птиц вы наверное видите что у нас прям прекрасная погода весенняя можно сказать даже летняя потому что днем будет 25 градусов и из-за того что она резко пошло на тепло видно вот по цветам все нарциссы расщелкнулись одновременно у меня тоже изменения дошла до 3 теплицы добрались мои щупальцы сейчас посмотрим что это он сделала и вот на этом месте сегодня будет лежать уральская легенда моя чудо теплица на которой я все свои сбережения грохнула но теперь у меня будет теплица современная красивая как только привезут я сразу же покажу вам в каком виде ее привезли как она выглядит но муж вчера ездил в транспортную компанию ну там посмотреть какую машину нужно подгонять все сказал очень огромные коробки вот эти все их упаковка посмотрим сейчас пойдем по теплицам эти теплицы я вам вчера показывала говорила что здесь вот рассада такая небольшая и не совсем маленькая вот подрусточки вот эти вот и тут же уже я начала высадку томатов с этой стороны здесь я высадила остатки взрослой рассады которые остались от высадки в те две теплицы тут теплица совсем не обогреваемая это теплица франкенштейн которая у нас уносила ветром ураганом восьмиметровую теплицу через несколько улиц она там скакала по улицам по шоссейной дороге соседи сказали нам муж сыном пошли ее притащили прицепили тросом за машину и тащили представьте она вся была искорявленная и вот она у нас вся вот в таких дырочках я тут ее ну как он ее выправил собрал но я ничего тут сильно не стараюсь высаживать рано и ну так она от града от ветра защищает больше ни от чего наверно и нынче высадить сюда позволила только вот это аномально жаркая погода которая у нас установилась прогноз на следующие дни я вам потом скажу прогноз пугающий до 32 градусов жары не знаю что нас ожидает но пока что у меня здесь подростки будут стоять и один ряд будет высажены вообще тут как вы понимаете ничем не подогрето ничем не температура для томатов особенно для взрослых если там я говорю что ничем не укрываю там хотя бы теплица но есть томаты которые в еще более сложных условиях у меня находятся это те которые я успела высадить в открытый грунт я вчера их показывала не буду сильно подробно на них останавливаться некоторые у меня спрашивали температуры почвы вот вчера было же очень жарко днем уйсет вчера кстати я посмотрела температура почвы такая же у даже ночью видите больше 10 градусов это нормально для томатов температура конечно помните когда я начала высаживать у меня было 13 14 в теплице а вчера днем я посмотрела здесь тут было 12 градусов значит все-таки почва прогрелась как другую теплицу пойдем куда на этой стороне тоже начала высаживать но все это скороспелочки низкорослые сегодня буду ставить для них дуги да у меня спрашивают как же их укрывать у меня на этот случай есть маленькие дуги и узких укрывные нарезанные ленточками у меня на все случаи есть укрывные материалы сейчас закончится если вот это неделя жары и теплых завтра на ночь плюс 16 у нас прогноз это же вообще это сказка какая-то плюс 16 ночью вот кто сейчас в моем регионе собрался выращивать рассаду в тоннелях вот на продажу массовая идеальные нынче условия сейчас бы в эту неделю высадить запуковать их они бы там укоренились потом бы поперли я вот тоже буду я уже говорила высаживать рано но я буду небольшое количество там для собственного употребления для раннего урожая в открытом грунте попробовать но если уж на улице томаты растут если на улице 11 градусов земля и плюс там сколько пять шесть про теплицу и говорить ничего я сюда даже заходить не буду видно что они здесь комфортных условиях тут открываешь тут уже тепло ой не было бы мороза только у меня все есть у меня есть теплёнки и прикрывашки но все это вот открывание закрывания они уже взрослые они уже мешаются там с краев и можно их повредить ну и про этих даже говорить нечего это вот самая теплая теплица которая на старте был подогрев грунта включен им дан хороший старт теперь они конечно они растут как квашня они как на дрожжах прям вот вчера я показывала что я уже здесь освободила проход подвязку посынкование делала все они стоят стройными рядами те которые пораньше высадила цветут тут у меня одна проблема мне придется сегодняшнего дня начну нужно убирать разросшийся салат тот про который говорили это редиска это редиска вот выросла вот эта редиска вот в такой салат здесь смесь мне вот этот больше всего нравится но их почему-то мало видите вот эти вот бордовые резные листики такие вкусные это ирландский салат мне прислали тоже зрители семена очень интересный и у него семена как редиска необычная не как у нашего салата и на вкус он интересненький такой о в этих рядах в более поздних тоже зацвели там у меня баклажанчик расцветает про эту теплицу говорить даже нечего здесь теплым здесь у них заходишь живым пахнет прям обжитое сейчас вылезет на дороге еще лоток лишний думаю куда пристроить высаживать на улицу или переваливать большие стаканы высадить на улицу конечно проще но потом вдруг все это тут все цветут но выборочно и ранние одновременно и вот эти вот которые высокорослые крупноплодные и иностранцы зацветают тут самая такая ну тут очень все активно у них проходит я говорю что им вот во время высадки я дала тут теплый грунт и на них это очень положительно сказалось весь дальнейший сценарий у них идет уже более ускоренно чем у других скорее всего да корни попали в теплый грунт они хорошо принялись хорошо сразу корневая система наверное разрослась и вот теперь прет эта зеленая масса я сначала думала они очень быстро начали разрастаться я сначала думала что побаивалась что я здесь переборщила с грунтом я прошлом году когда сюда грунт натаскивали я попросила чтобы побольше перегноя положили ну чтоб потом на следующий год еще не удобрять чтоб на два года задел еще птичьего помета сама прям разрушила раскидала я в прошлом году сделку такую совершила что поменяла я мне дали птичьего помета много мешков а я им вот выращиваю нынче рассаду обмен натуральный и я думала что они у меня тут жируют вот как-то сильно быстро увеличиваются в размерах но по наблюде ну как я же наблюдаю за ними но обычно жирующие томаты они листьев то много выращивают а вот эти вот бутоны и цветы у них как-то слабо развиваются а так как мои уже все в цветах и ну как в фазе бутонизации у них много кистей значит это не жирование это просто значит ой надюша надо же проверить как я хорошо ли работаю значит у них все нормально и это первый признак самая главная отличительная черта жирующих томатов или просто таких хороших здоровых это то что есть на них много ли цветочных там этих вот этих бутонов кистей много ли много ли они вам собираются дать вот этих плодовых кистей вот я посмотрела игру то они не такие большие у них уже по три кисти какие-то цветут какие-то в бутонах значит это не жирование просто они здоровые такие толстые красивые тут вообще самое прекрасное куда хочется зайти где хочется полюбоваться и цветами и толстыми стволами и жирными зелеными листьями сейчас пойдем туда где малыши где недопарыши дохлики которые на солнце только-только мы начали выносить теперь еще один уголок есть куда я буду заводить вас регулярно время от времени это у меня старая холодная баня здесь у меня томаты на консервации сюда я поставила здоровую крепкую взрослую рассаду который к сожалению не досталось места ни в той ни в другой теплице но которую я не выбросить ни отдать не могу потому что и семена были дорого куплены и или сорта хорошие тут и коллекционные редкие всякие но которым места не хватило я и здесь буду хранить нужно чтобы была полностью темнота чтобы была прохлада к счастью у нас тут нашлась старенькая банька который мы не пользуемся которую когда-то давным-давно мы с такой любовью строили своими руками вот этот вот орнамент плиточная сама после работы по часу по два выкладывала все вымеряло миллиметрами вот эта снежинка мой любимый рисунок который я детям на варежке всегда вязала я решила применить его и в бане к сожалению снежинка не очень подходящий конечно рисунок для бани но мне он нравится я всю жизнь его вывязываю и в бане я решила тоже я прилепешить много лет стояла она у нас без применения потому что ванна в доме и вот теперь она пригодилась здесь у меня будут законсервированные томаты отдельное видео сниму потому что эта тема очень серьезная очень большая но скажу в двух словах по итогам моей вот этой консервации сразу скажу больше восьми дней никогда не делала такое длительное хранение по итогам вот этой моей консервации вы потом сделаете для себя вывод и узнаете что есть еще один способ затормозить рассаду если например форс-мажор высадить никак вы не можете а рассада взрослая здоровая это не вытянувшаяся такая не испорченная рассада который нужно исправлять это именно качественная хорошая рассада но нам нужно чтобы она какая сейчас была вот поставили в каком виде в таком виде ее и взяли через 7 или через 10 дней я вот планирую на 15 дней не знаю получится или нет буду проверять конечно буду вам все показывать ну и придомовая теплица который у меня как бы детский сад вот эти вот вынесли вчера только из дома видите для открытого грунта есть некоторые совсем маленькие маленькие тут и маленькие и подростки единственное радует сейчас пройдем дальше так столбик единственное радует что остался всего один лоток который не распекирован вот его нужно пикировать мне в этом году катя помогает раскладывать вот эти по стаканчикам ощутимая помощь я пока на улице высаживаю она сидит по сортам раскладывает подростки детсадовцы тоже подрастают как только появилось солнце сразу на глазах рассада стала и зеленеть и толстеть она стала и все и хочу добавить когда люди видят вот это хоть лучше не показывай когда видят люди вот это огромное количество рассады кто-то конечно старается перенять там методы какие-то какие-то нюансы подслушать много людей которые спрашивают зачем вам столько вы что продаете я сегодня дописала да вам какая разница вам зачем эта информация у вас есть прекрасная возможность научиться вырастить хорошую рассаду без падежа без каких-либо там без сложнейших подкормок добавок без материальных затрат не нужно покупать никакие препараты ничего у меня вы сами знаете метод очень простейший посеял распикировал перевалил все на солнышко вот она рассада учитесь пока есть возможность и какая вам разница куда я потом дену эти эти томаты или съем сама или продам или подарю или вообще выброшу в компостную кучу нам главное научиться выращивать вот у меня в этом году можно уже сказать что рассада выросла все без болезни без черной ножки без падежа без обработку без подкормок без каких-то вот это вообще без обработок в теплице пином под брызгала янтарной кислотой по моему из из-за того что были там холодные ночи антистресс делала вот к этой вообще не прикасалась рука человека но смысле никаких дополнительных влияния здесь нет все себестоимость низкая кто хочет выращивать много на продажу кто хочет выращивать и 200 штук для себя главное научиться чтобы они не болели чтобы они не погибали я считаю вот это самая главная цель моего канала а не то как я буду сидеть и рассказывать куда же я их делу вообще умный человек зайдя на мной на мой канал ну сообразительный там столько этих плейлистов о заказах семян о продаже семян у него даже вопрос такой не возникал если бы ему было не лень хотя бы полистать название опять же повторюсь когда а мы ломаем голову для чего вам так много а вам зачем эта информация я выращиваю дену куда хочу а у вас есть возможность посмотреть как можно вырастить и много и мало но главное качественно когда у меня раньше спрашивали вот весной придерживайтесь вы лунного календаря или нет там какие-то дни благоприятные другие нет я говорила что нет я сею высаживаю всегда потому что вы видели у меня большое количество рассады и не работаю только в дни полнолуние новолуние но тут настало тепло все у меня голову снесло работы много и я забыла что у нас существует это новолуние полнолуние вы представляете вчера или позавчера прочитала комментарий ой вы высаживаете нельзя же в полнолуние высаживать представьте а я так увлеклась я даже забыла о том что у нас завтра будет новолуние ладно тогда завтрашний день я сделаю выходной надюшки тоже не разрешу работать в огороде надях что ты там и после новолуние начну высаживать в открытый грунт я вам уже говорила что я для этого приобрету уже заказала сейчас покажу где вот такой вот как высокий когда мне тут немногие советуют вы можете дуги свои нарастить там эти которые короткие можно их удлинить но проблема в том что все все дуги у меня уйдут для укрытия в теплиц мне там две грядки надо укрывать в этой теплице две грядки новая теплица которая приедет она же тоже будет неотапливаемые представьте а там все мои драгоценные вот эти вот сорта коллекционные редкие конечно и там я буду ставить дуги и все все дуги я буду 1 2 3 4 5 6 7 8 8 грядок мне нужно будет укрыть дугами потому что у нас еще и в начале июня бывают морозы и в конце маря так что здесь я буду делать новое сооружение для для тех которые будут в открытый грунт когда приедет я тоже вам все покажу и мне важно мне вот понравилось что я смогу туда заходить и подвязывать например и посынковать потому что они у меня рассада вот та которая на консервации она же вся уже взрослая и и она уже такой высоты что ее сложно будет под маленькие дужки мне нужно будет сразу с ней обрабатывать погода у нас устанавливается очень такая благоприятная и для высадки для всего если сразу упаковать то возможно можно будет и до июня сохранить все это а погода в бийске особенно ночные температуры конечно располагают к высадке вот сейчас 9 утра плюс 14 градусов и я каждый день же у меня ритуал утром захожу смотрю вот сегодня будет 25 ночью плюс 7 плюс 7 такая температура даже бывает летом у нас ночная зато завтра ночью плюс 16 даже днем не у всех такая и плюс 13 а температуры дневные 30 32 25 это значит что верхний слой грунта который нужен мне например для высадки он прогреется однозначно потому что я вот сегодня вам после ночи показывала там 10 на 11 ползет 10 11 градусов представьте как земля прогреется при температуре 30 32 с условием что ночью она охлаждаться не будет ночью тоже плюс 16 плюс 13 и вот все дальнейшие дни я смотрю вот этот прогноз который я всегда смотрю он почти всегда оправдывается игры ну там плюс минус 2 3 градуса и конец апреля плюс 23 плюс 21 и кто-то говорил что на начало мая вроде будет мороз но у нас все равно здесь 14 пусть будет пасмурно и плюс 6 плюс 8 эти температуры как бы бдительность усыпляют конечно и вдохновляют на ранние посадки ну как говорится мне там одна зрительница написала стоит рискнуть но рисковать с осторожностью то есть конечно все посадки которые я сделаю в открытом грунте у меня будут они приготовлены для них укрывные приготовлено все это утепление и если они сейчас вот в этот жаркий период будут высажены и укоренятся я думаю они даже какой-то короткий период похолодания переживут все у вас есть прекрасная возможность посмотреть как я буду высаживать в апреле в открытый грунт как они дальше будут себя вести и как я буду биться и бороться с природой в том случае если придет к нам похолодание все желаю всем успеха